Здесь на сцене у нас присутствует художник Андрей Бусельников. Андрей Бусельников, автор иллюстрации к этой книге, причем как к первому изданию, так и к этому. Здесь даже есть цветная вклейка с его иллюстрациями. Но Андрей Бусельников знаменит не только иллюстрациями, он знаменит футболками, которые носят уже полстраны, с футболками, с принтами, с его изображением. Кстати, они у нас здесь представлены, вы можете их купить. Стоит 600 рублей, футболки Андрея Бусельникова. Мы, пожалуй, найдем маркер, он вам распишется где-нибудь на пузе. Итак, Андрей Бусельников, по книге я всегда с вами. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, гости. Очень радостно, что среди присутствующих очень много знакомых, которые пришли ко мне. Я их благодарю за поддержку. В общем-то, очень радостно стоять, опять же, с автором Азаром Горным, а также с замечательным художником, который нарисовал, в общем-то, обложку, по новой, новой версии. Очень приятно, мы еще познакомимся. Значит, книжка Святослав, маленькая ее история. С Азаром Горным мы познакомились очень интересно. То есть, когда-то у меня была мечта пролюстрировать, в общем-то, Древнюю Русь. Древнюю Русь, именно 9 век, тот самый перерывованный момент от христианства, от язычества к христианству. В общем-то, момент для многих больной, в том числе больной для меня. До Азара Горна я уже начал рисовать какие-то иллюстрации, вот именно по 9 веку. Я рисовал время Рюрика, Игоря, Олега Вещева, Аскольда Гира, ну и, соответственно, Святослава. Когда вдруг прозвучало предложение проиллюстрирует подобную книгу от издательства «Белая льва», я как-то, ну, скажем, задумался и подъехал, ну, вяло подъехал. Когда я увидел текст, я был ошарашен. То есть, настолько качественный текст я вижу редко. Впосредственно, любители нашей истории, а также патриоты назовут книгу Азара, даже Библии. Библии для простого патриота-язычника. Ну, я себя язычником не называю, я, в общем-то, русский народ, но, естественно, я придерживаюсь той самой традиции, которая была задолго до крещения, она древняя, от неолита до крещения. У нас была шикарная история, которую надо знать. И, в общем-то, к стыду нашей, в общем-то, педагогики, нашего современного дурацкого, я считаю, строя, да, спасибо нашим правителям, а также в угоду нашей, в общем-то, церкви нашей прекрасной, да, которая говорит, что у славян ничего не было до крещения. В общем-то, так могут говорить только необразованные дураки, но это их проблемы. Соответственно, в общем-то, когда я увидел книгу Азара Уорна, я был потрясен, я был потрясен. Значит, я подошел к Светлане Удаловой и говорю, а можно познакомиться с этим человеком? Она сказала, нет. Но моя жена, она очень находчивая женщина, она сразу полетала в интернет и нашла этого автора. Через некоторое время мы уже созвонились, он приехал, мы познакомились, у нас возникла дружба. В общем-то, это был скромный человек, в общем-то, он был вначале, но он залетел, как ракета, в общем-то, где-то и я ему что-то помог. Правда, да, было дело. Спасибо. Вот он говорит, что помог. Но, собственно, дальше были издачества большие, которые мы сейчас раскрутили с большим успехом на всю страну. По большому счету, наверное, это был хороший старт. Сегодня есть такое прекрасное издачество, как «Концептуал». Люди проверены, ответственные, за слово, в общем-то, держатся. То есть такие надежные купцы. В общем-то, приятно с ними иметь дело. Это хорошая команда, сильная. И сейчас я надеюсь, что мы с Азаром потихонечку уйдем от тех ненужных людей, которые, в общем-то, нас притормаживали, и, в общем-то, разовьем успех вот этим издательством с вами. Теперь о том, что я сделал в этой книге. В общем-то, конечно, я предоставил иллюстративный ряд. Иллюстративный ряд. Я, прежде чем рисовал, я, конечно же, читал летописи, я читал квитофроники. Вообще, знаете, встают волосы на голове дыбом, когда читаешь, например, речи Святослава, обращенные к воинам. Понимаете, высадилось сословие, русское сословие воинов, да, это берсеркеры, можно сказать. У тебя викинги, наверное, в подметке, оказывается, не годились по словам Азара и Уорона. У нас была гуочная дружина, да, тот же Рыгин не давал никаким викингам проплывать в земли славян, вплоть до крещения. То есть, когда-то викинги попробовали, доплыли до Курши, половину флота потеряли и уплыли обратно. Все началось у них хорошо после крещения, когда мы ослабли. Значит, ну что? В общем-то, когда читаешь речи Святослава, действительно, просто поражаешься. Представляете, стоит войско в Болгарии, да, в отрыве от страны. Перед ними легионы этих, вот, да, крестоносцев греков, которые готовы нас порвать. А Святослав уходит и говорит, давайте мы им это сделаем. И он делает так, что греки бегут. То есть, там потрясающие истории. Греки нападают вероломно. Сначала подписываются на мир, потом выходят, нападают, да. А Святослав не отступает, он просто с ними воюет. Он исполняет мужскую обязанность, он никуда не уходит. Он показывает, в общем-то, наш русский мускул. Это очень приятно. Такие князь, как Святослав, это действительно, знаете, уникальный вообще человек. Уникальный род вообще Рюриковичей до Владимира. Потому что, в общем-то, Рюриковичи приплывают с запада, из западнославянских земель, где начинается уже смута, католическая смута, да. В общем-то, вся эта дрянь немецкая ползет, в общем-то, на нашу землю с запада. И, в общем-то, рот Рюриков приплывает сюда, на Русь. И, в общем-то, начинают объединять. Посмотрите, какой у них был хитрый фост. Сначала Рюрик добывает весь север, объединяет. Потом Олег спускается в Киев. Через некоторое время Игорь отшвыривает хазар к чертовой матери, да. И после этого Святослав уже идет в Болгарию. Захватывает и фактически берет за глотку Византию. И вот тут они начинают пищать. Они понимают, что следующий настоящий русский князь пойдет дальше, он объединит западных славян и уничтожит Византию. А дальше все. Ось и параллель будет сомкнута. Славянское ядро снова объединится. Конечно же, этот момент был очень болезненный. И христиане, и хазары, и печенеги. Да, но печенеги-то вообще прохожие. Христиане и хазары, они, в общем-то, объединяются. Они делают все, чтобы вырубить наш, в общем-то, корень Рюриковский. Заменить его на таких, как Владимир, да. На этого непонятного князя, который прятался от печенегов под мостом. Правда? Ну, смешно. Великий князь-креститель сидит, когда печенеги у него копытами, да, над мостом. Не бьется, как Святослав, подкрытую. Святослав покидал в бою с печенегами, да, в открытую. Голодное войско шло на печенегах на верную гибель. Ну, и по сути, князь Святослав, это действительно элитный князь. Сегодня мы перерываем такое же казарское время. К нам сюда едут непонятно что. Вся лимитра всего мира, да? Они захватывают наши земли. Наши милые правители открывают эту дорогу им сюда, да? Ну, и что остается делать? Остается, конечно, действовать по-святославски, набирать свои дружины. И здесь каждый должен стать своеводой, стать князем, писать такие книги, работать с молодежью, делать какие-то нормальные на местах управляющие, скажем, команды, которые будут дружинниками и так далее. Надо наводить порядок по-святославски. Поэтому я рисовал вот эту книгу, я рисовал вот эти вот иллюстрации. Я очень доволен нашим, собственно, творческим союзом с нашим замечательным писателем. Я надеюсь и дальше оформлять эту и его книги. По сути, что произошло? Мы прорвались в Эксима, но там, когда увидели, что визуальный ряд тоже подтягивается, быстренько мне предложили уйти. Но так как Азар, он стратегический писатель, то, конечно же, было хорошо, что его, в общем-то, тексты издаются. Можно было пойти на то, что он мог и без меня издаваться в это время. Ну и опять же говорю, что, в принципе, у нас мечта, наверное, одинаковая. Работать вместе, издавать книги. Книжка очень богатая, очень хорошая. То есть, по сути, очень хорошая верстка, очень красивая, входная на иллюстративный ряд. Я, как художник, очень доволен. Целетные вкладки, все тут, в общем-то, подано, богато. Здесь, внутри, 12 киевских князей. 12 киевских князей. Это основные языческие князья. Есть и плохие, и хорошие. Ну, Рюрик, это, собственно, тоже мощный князь. Интересный князь, который пришел и взял север. Следующая, малоизвестная, сквозь гир. Ну, может, их и можно было произойти, но, в принципе, они были произведены. Почему бы не вспомнить о них? Потому что они же когда-то сходили на Царьград, и Царьград очень сильно напугался этих князей. А поэтому молчат. Ну, как же так? Русы приехали на лодьях и напугали Царьград. А вот так вот приехали и взяли их за шкирку, правильно, и долганули. В общем-то, им хорошо, и они там откупались. И сейчас это всяческие летописи... Ну, Вещий Олег, об этом вообще князю надо писать тоже книгу. Это великий человек. Собственно, о нем, вычеркнутого летописи, несколько лет истории специально. Просто то ли вырваны страницы, то ли что. Так вот, князь Святослав... Ой, точнее, Вещий Олег, это человек, который, наверное, за эти выкинутые времена просто-напросто оттеснял хазаб. Сто пудо об этом молчат. Ну, и наверняка он их христиан, собственно, назад отшевыривал, чтобы не лезли со своими колоннами. Князь Игорь, великий человек, интереснейший человек, собственно, тоже молчат. А ведь он принимал походы на Византию, на Кавказ. Он там наводил шорох, дай Боже. И, собственно, писали, что за ним огонь и разрушенные дома. Потому что он наказывал. Наказывался своими дружинами очень сурово. Князь Святослав, по-моему, все сказано. Наверное, это уже книжка вам ответит на все вопросы. Возьмите. Потому что в книге написан действительно обзор и германского мира, который нас давил, и Византии, и Казарского мира, да, и Кавказа, и Руси, западной и восточной и южной. Князь Ярополк. Ну, по сути, наверное, слабый князь уступил свою власть. По сути, о нем надо знать. Таких вот яропотов надо, валенечка, да, это отстранять от власти, чтобы таких не было. Просто взял и продал. Продул Киев, продул, в общем-то, Русь. Вот. Ну, князь Святослав, интересный князь. Когда Русь стала объедаться уже этой всей поповщины разделяющей, да, всех этих лепископов и прочих. В общем-то, многие задумали, что, на черта нам это надо. И князь Святослав, они говорят, что он вроде как уже начал воевать за старое, за дедово. То есть ему не понравилось уже это христианство. Но что произошло? Князь Святослав был ахаем. То есть его обвинили в брата убийстве. Но все исследования показывают, что не он убивал братья, а господин Ярослав, мудрый, тот самый премудрый Ярослав, который насадил нам вот эту кабальную русскую правду. Где сперва можно убить за корову, а князя нельзя. Поэтому, собственно, Святослав князю, это интересный человек. Он ахаенный, он не ахаенный, он ахаенный. Поэтому, по сути, ждем следующих исследований. Может быть, это зародио по Святославу Ахаенному. Ну и, конечно же, слава князю Святославу. Пусть их дети будут похожи, наши дети будут похожи на него. Ну и спасибо вам, что пришли. Спасибо. Спасибо.